В озере Майорыч в Ягоднинском округе нашли уникальную находку. Во льдах водоема обнаружили гидросамолет МБР-2. Сейчас в России не сохранилось ни одного образца данной техники. Деталями экспедиции поделились ее участники с журналистами на пресс-конференции. Как говорят сами экспедиторы, осенний выезд второй из трех. Первый провели летом, тогда искали другое пропавшее воздушное судно, но поиски ни к чему не привели. Год назад мы решили все-таки собраться и отправиться туда и попробовать найти этот самолет. Когда более подробно мы стали изучать информацию, мы нашли фотографии о том, как жители села Эльген и Тоскан, я не помню точно года, по-моему, в 70-е или 80-е года, достали оттуда часть крыла как раз этого самолета, что говорило о том, что оно точно там где-то есть. Поэтому год назад, проводя исследования на этом озере, мы действительно нашли останки крыла, нашли его части и было понятно, что легенда, не просто легенда, а действительно это место, где есть вот эти останки. Но дальше встал вопрос. Была вероятность в том, что на озере могло быть просто одно крыло, потому что там была гидробаза и была вероятность того, что какая-то запчасть, которую оставили на озере, могла остаться. Может быть, это и не целый самолет. Поэтому наш приезд в этот раз, как раз второй этап экспедиции, был нацелен на то, чтобы выяснить, находится ли там просто какая-то запчасть от крыла или его какая-то часть, или есть вероятность того, что там может быть все-таки полноценный самолет, с которым, возможно, что-то случилось, который, возможно, там оставили, который, возможно, в результате авиационного инцидента там остался. То есть вот это была основная задача. И поэтому для этого мы пригласили профессионалов, которые давно уже занимаются тем, что ищут авиационную технику, находят ее и поднимают ее. Также мы обратились к кавер-реставраторам, которые занимаются реставрацией. И когда мы сложили вот этот пазл из всех профессионалов своего дела, мы поняли, что тот самолет, собственно, поиском которым мы занялись, это уникальный самолет. На сегодняшний день есть сохранившиеся в музее два экземпляра, которые, ну, так скажем, назовем их деревянные копии, это прямо просто реплики, они в не очень, так скажем, первозданном состоянии. И этот самолет, если его поднять, восстановить, имеет большую историческую ценность и военно-историческую ценность, потому что таких самолетов больше нет. Выход на заледеневшее озеро в свою очередь увенчался успехом. Погружаться на большую глубину экспедиторы не стали опасны для жизни. Тем не менее, удалось поднять со дна часть крыла с бортовым номером. У нас есть еще небольшая деталь, которую мы с собой привезли. Лючок с крылом. Да, это лючок с крыла. На лючке есть вот такие вот отметины. У нас есть несколько предположений, что это, но мы пока не будем заявлять о своих предположениях. Позже в отчете мы финально уже об этом напишем. Плюс к моменту выхода видео тоже будет у нас заключение, что же это отметины. Вариантов несколько, но пока мы воздержимся от каких-то комментариев. То есть это лючок от самолета. У нас здесь есть выбит на нем номер. Как обычно, на люках, на лючках самолетов располагался бортовой номер. Поэтому данные по этому номеру мы уже передали в Москву, чтобы ребята сейчас начали поиск его именно по бортовому номеру. Для того, чтобы понять, в чью юрисдикцию входил этот самолет. Возможно, что самолет погиб вместе с экипажем. То есть и возможно, что при размывании, вымораживании и доставании его частей, то есть излом, мы можем вернуть как бы из небытия имена летчиков. Но это если, опять же, говорит, то есть самолет потерпел крушение и погиб вместе с экипажем. Вот. Поэтому, то есть, ну, это вот даст, надеемся, номер, который, то есть, является бортовым. И документы, если мы до них получим доступ. Вот. И благодаря этому, возможно, я говорю, еще раз подчеркиваю, то есть, это пока так предположение. Но это из-за, почему я предполагаю, потому что я этим занимаюсь, мы на этом как бы основываемся. То есть, у нас есть самолет, мы достаем самолет, мы находим, то есть, номера моторов, то есть, номера самолета, то есть, где-то, то есть, потом едем в архив, поднимаем, то есть, эти все записи. И, то есть, благодаря этому, то есть, мы возвращаем имена, то есть, как бы своим их родственникам. Предварительно выяснили, что самолет принадлежал отделению НКВД. Но это неточные данные, достоверную историю путешествия воздушного судна можно будет выяснить только после того, как поднимут остальные части. Но и здесь могут возникнуть проблемы. Документы, скорее всего, что под грифом «секретно». То есть, как бы, тут либо высокий уровень, так сказать, на уровне губернатора, возможно, либо вообще мы не получим, если это все-таки НКВД или что-то из-за этого. Перед экспедицией стояла задача найти место залегания самолета, его мотор и винт. Поднимать полностью воздушное судно планируют на следующем выходе, летом следующего года. Сначала мы нашли, то есть, вот останки крыла. По ним определили, что крыло было вырвано, то есть, из основной части самолета. То есть, дальше, продвигаясь по мере нарастания льда, углубляясь, то есть, к середине озера, обнаружен был багор. Мы сначала подумали, что этот багор являлся, то есть, орудием, что его кто-то... Ну, то есть, по местной легенде, там пытались до нас этот самолет, то есть, местные, там, 70-е годы, как бы, выдернуть. То есть, мы думали, это орудие как раз их производства. Но, вследствие оказалось, что багор входил в штатный инструмент данного самолета. И уже, то есть, рядом с багором, там, на удалении нескольких метров, то есть, до 10, нами было обнаружено залегание, то есть, сигналов крупных, довольно-таки обширное, где-то приблизительного радиуса, вот, 3 на 8 метров. Вот, но, увы, достать мы не смогли, потому как, то есть, наш шест был длиной где-то в районе 2,5 метров, а там, то есть, вырубив майну, мы столкнулись с тем, что вода доила, составляла, то есть, порядка где-то 2,20-2,30. То есть, как бы, не хватило просто длины, то есть, чтобы что-то, ну, извлечь, или, то есть, хотя бы это найти, то есть, уже не через прибор, а визуально, то есть, поэтому хотели нырнуть. Вот, но Богдан запретил, так как, все-таки, лед не был достаточно, то есть, крепким, он говорит, что в случае чрезвычайной ситуации мы просто, то есть, могли не вынуть водолаза с помощью, то есть, страховочной веревки, дабы, то есть, человек мог сам уйти под лед, который находился сверху, и сейчас, то есть, как бы, планируем дальнейшие работы производить уже, то есть, по лету, то есть, спокойной обстановке, будем создавать дальше, то есть, карту залегания останков, и уже, если она, то есть, будет полной, размеренной, то есть, мы зимой будем вымораживать и доставать, то есть, все оставшиеся фрагменты данного самолета. Самолет уникален, потому что, то есть, нет ни одного сохранившегося, то есть, в оригинале самолета, то есть, есть два макета, но они очень упрощенные, реставраторами были сделаны, поэтому задача стоит, то есть, достать, вернуть, отреставрировать и передать Магадану, так сказать, очень эксклюзивный, то есть, самолет, который первый свой полет совершил еще в 1932 году. Вот, машина уникальная, поэтому будем надеяться, что все получится. Мы к этому стремимся. Планы у участников экспедиции на находку большие. После финального этапа подъема самолета, его планируют отреставрировать на территории Магаданской области. Вариантов несколько, но так как мы самолет нашли на территории Магаданской области, то так называемое право первой брачной ночи, безусловно, за главой региона. Если он скажет, что давайте его оставлять здесь, интегрировать его в какой-то один из скверов, там, я не знаю, набережную, память, там какой-то музей или еще куда-то, то, конечно, он останется здесь. Если будет принято решение, что область или город не сможет его взять себе на баланс для должного обслуживания, то, возможно, мы его передадим в Парк Патриот, потому что там такого типа воздушного судна точно нет. А в плане ценности именно военно-авиации, просто колоссальнейшая ценность. Еще раз говорю, это единственный, возможно, будет сохранившийся самолет в таком состоянии, которое можно реконструировать, восстановить. То есть, соответственно, и найти данные, кто управлял. Да, то есть, тут целая такая работа. Поэтому, если будет принято решение оставить его и возможность его поставить на баланс, конечно, это будет очень замечательно, если он останется в регионе. Если будет принято решение передать его в один или в другой какой-то из музеев, ну, это будет решение региона. Мы в этом деле просто ребята, которые нашли его и которые хотят, чтобы он не остался в болоте, чтобы эта часть истории стала, как бы, такой для масс доступной. И второй очень важный вопрос. Изначально мы думали, что, скорее всего, самолет Ленд-Лизовский, который здесь перегоняли в рамках трассы Алсип, но оказалось, что нет, что это наш советский боевой самолет, который выполнял боевые задачи, в частности, и на передовой, и в Мурманской области, и на Камчатке. И вот здесь он у нас свои задачи какие-то выполнял. Поэтому, еще раз говорю, машина интересная. Где она останется? Для начала нужно ее поднять. Потом ее нужно восстановить, а уже потом думать, где она останется. Хотя, я думаю, что нужно в процессе, пока все это будет делаться, уже думать. К реставрации планируют привлечь при необходимости специалистов и студентов средних профессиональных учебных заведений. также рассматривают возможность найма людей из других регионов.